В 92-й школе сегодня открылся новый спортивный зал. В нем будут заниматься самбисты. Этот вид единоборств становится все популярнее, в том числе благодаря всероссийскому проекту «Самбо в школу». Тему продолжит Александр Потенихин. Самбо сейчас на пике популярности. Тем более, что ученики теперь могут заниматься этим единоборством прямо в школе, в дополнение к физкультуре. В 92-й сегодня открыли специализированный зал. Самбо, безусловно, это наше национальное достояние. И самбо – это целая философия, заключающаяся в самом названии «Самбо. Самооборона без оружия». Самооборона. В основе своей не агрессии, не наступления, не нападения. Самооборона. И это то, что отличает от всех других единоборств. Программа «Самбо в школу» в Новосибирской области развивается уже четвертый год. За это время детей в спорт пришло в два раза больше. Всего в регионе этим единоборством сейчас занимается около 5000 человек. В каждом таком зале занимается примерно 300-400 детей. И это очень здорово, потому что с помощью этого проекта мы расширяем не только возможности детей для участия в спорте, но и, что важно, мы выстраиваем методическую степь, потому что самбо является профильным, например, видом спорта для нашего центра «Альтаир». Этот год выдался тяжелым и для самбистов, но важно, что большинство не бросили тренировки. Также в 2020-м удалось открыть три новых зала в школе. Почему мы не спешим? Все-таки мы стараемся работать на качество. Зал можно открыть, немаловажно, кто будет в этом зале работать. Многое зависит от человека, который будет преподавать, который будет воспитывать детей, тренировать. Сейчас дети идут на самбо с большой охотой, ведь многие соскучились по тренировкам. Тем более, что зал в своей школе. Да вообще удобно просто. Ты сразу после уроков форму с собой взял, позанимался и много чего для себя узнал. Это вообще в жизни очень пригодится на самом деле, плюс характерные черты в тебе воспитываются. Этот зал стал 23-й площадкой для самбистов в регионе, а в следующем году планируют открыть еще минимум три новых. Александр Потенихин и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok